Доброго времени суток! Меня зовут Денис Борисов. Решил заранее представиться, потому что большая часть зрителей сегодняшнего сюжета вполне возможно меня не знает. Объяснение этому очень простое. Дело в том, что я всегда традиционно делал выпуски для мужчин, а с этого сюжета я решил делать регулярные сюжеты и для девушек тоже. Ну и соответственно, если среди мужчин мне вроде как уже представляться не нужно, во всяком случае в Рунете, то среди девушек, так как я для них раньше не делал сюжеты, мне это сделать сейчас нужно обязательно. Итак, меня зовут Денис Борисов, 32 года, не женат. Потомственный тренер в третьем колене. Тренирую по фотографиям. Знаю больше 500 обрядов наращивания мышечной массы и избавления от целлюлита. Заговариваю на рельеф, отговариваю от травм, но персонально не тренирую. А если серьезно, я тот самый человек, который сейчас будет абсолютно бесплатно раздавать вам ту информацию, которую не всякий тренер в тренажерном зале вам даст за деньги. Ну вот таким вот своеобразным способом я тешу свое самолюбие последние несколько лет. Как бы там ни было, ту информацию, которую вы будете узнавать из этих сюжетов, ее можно использовать для того, чтобы изменить себя до неузнаваемости, превратив свое тело из обычной домохозяйки в прекрасную сексуальную фитнес-модель. Последние полгода меня регулярно бомбандировали просто просьбами девушки сделать такие же интересные выпуски для них, как и для мужчин. Ну и в конце концов я не устоял перед такими настойчивыми просьбами и решил все-таки начать выпускать подобные сюжеты и для девушек. В наших сюжетах мы не будем говорить про женский культуризм в чистом виде. По двум причинам. Ну, во-первых, женский культуризм это уродливо и ужасно. Вот такая вот моя субъективная точка зрения. Можете с ней соглашаться, можете нет. А во-вторых, женский культуризм требует использования мужских половых гормонов, стероидов, которые калечат здоровье девушки. Ну, по понятным причинам я являюсь резким противником женского культуризма и не буду про него ничего рассказывать. Я буду рассказывать про то, как достигать красивой сексуальной женственной внешности натуральными методами тренинга и натуральными манипуляциями с питанием. Собственно говоря, вот два основных направления, которые мы будем рассматривать первые полгода. То есть, с одной стороны мы будем учиться правильно питаться, а с другой стороны мы будем учиться правильно тренироваться. По сути, получить очень красивое сексуальное тело для девушки очень просто. Для этого достаточно всего лишь избавиться от жира в одних местах и добавить чуть-чуть мяса в других местах. Причем, избавление от жира в общем аспекте имеет больший приоритет, чем наращивание мышечной массы. Ведь женская конституция у нас не приспособлена для больших мышечных объемов. Такова особенность женского телосложения. Поэтому, для того, чтобы выглядеть здорово, сексуально и спортивно, достаточно совсем чуть-чуть добавить мышечной массы. Но! Очень важно избавиться от лишнего подкожного жира. Ну и на первый взгляд кажется, что это совсем не сложно сделать. Ведь женщины чаще всего гораздо более серьезно относятся к своему внешнему виду, чем мужчины. Ну и это неудивительно, потому что основным критерием отбора конкурентной самки в современном обществе является ее здоровье. Потому что именно здоровье является показателем того, что будут хорошие дети и так далее. Вот. Ну а проявлением здоровья, внешним маркером, так сказать, является что? Является внешний вид, внешняя красота. Ну, женщины все на подсознательном уровне это прекрасно понимают. Поэтому любая женщина так скурпулезно любит следить за своим внешним видом, ходить на различные процедуры. В общем, старается следить за своим телосложением гораздо больше, чем в среднем мужчины. Ну, это замечательно, потому что это говорит, что у женщин есть очень серьезная мотивация в этом вопросе. И часто она гораздо больше, чем у мужчин. И кажется, в чем же проблема? Если у нас есть мотивация, то вроде бы как должны быть достижения. Но по-настоящему красивых, тренированных, сексуальных женщин вокруг очень мало. С одной стороны, вроде бы все легко и просто. Мотивация есть. Но должно уж и женщин быть много таких вокруг. А нет. На улице единицы красивых, подтянутых женщин. Почему так происходит? Потому что помимо мотивационных особенностей, есть объективные физиологические особенности, которые отличают женщин от мужчин. И при занятиях спортом усложняют им достижение нужного результата. Что же это за особенности? Мы должны их сразу изначально для себя выделить, потому что они будут принципиально влиять как на вопросы нашего питания, так и на вопросы нашей тренировки. Эти вопросы одним предложением можно, наверное, сформулировать так. Женский организм больше склонен к накоплению питательных веществ, чем мужской. И предпосылка самая главная к этому – это возможное рождение ребенка. Природа позаботилась о том, чтобы женщина накапливала много питательных веществ на тот случай, если будет беременна, если будет голод, если не будет возможности обеспечить ребенка. То есть это вот такой вот генетический механизм, который складывался сотни тысяч лет. И он имеет ряд проявлений. Что это за проявления? Прежде всего, женщина гораздо легче аккумулирует подкожный жир и гораздо легче его тратит, когда есть для этого предпосылки. То есть когда вы покушали что-то жирное, у вас жир гораздо быстрее будет откладываться под кожу, чем у мужчины. С другой стороны, если у вас есть дефицит в калориях, недостаток, то ваш организм гораздо лучше приспособлен для траты этого жира, чем мужской. Природа позаботилась о том, что если вы попадаете в состояние голода, чтобы ваши запасы очень быстро и легко начинали использоваться. Ведь вы, возможно, будущая мать, и вам нужно, чтобы энергетическая система работала хорошо. Первый нюанс. Второй нюанс. Запасы углеводов в гликоген в женском организме тоже происходят гораздо проще и быстрее, чем у мужчины. Все то же самое объяснение, то есть накопление питательных веществ. Углеводы это все каши, это рис, макароны, любые сладости. Вот все, что вы съели, если у вас вы получили избыток по калорийности, то есть больше, чем потратили в этот день, то вот то, что будет в избытке, оно будет гораздо легче, чем у мужчин откладываться в жир из углеводов. А то, что у вас было нужно для ваших мышц, гораздо легче будет откладываться в гликоген. И вот это вот очень важная особенность. Женский организм гораздо легче откладывает углеводы в гликоген, чем мужской. И тратит потом, соответственно, тоже легче. Так же, как и с жира. Третья особенность женского организма заключается в более медленном обмене веществ. Более медленный обмен веществ говорит нам о том, что вы гораздо меньше тратите ту энергию, которую получаете из пищи, чем мужчины. Это, опять-таки, сделано для того, чтобы лучше накапливать, аккумулировать питательные вещества на случай голода, на случай рождения ребенка и так далее. И это проявляется в очень многих аспектах. Например, женщине приходится больше сделать работы, чтобы потратить одно и то же количество калорий, если вы сравниваете с мужчиной. У женщины гораздо меньше мышечная масса, особенно в верхней части тела. А это о чем говорит? Это о том, что вы можете с мужчиной съесть одно и то же количество калорий, но мужчина на этом количестве калорий будет худеть, а вы на этом количестве калорий будете толстеть. Потому что мышца у вас меньше и обмен веществ у вас меньше. Ну и тут есть еще такой вытекающий вывод о том, что низ тела у женщины, это где находятся ноги, ягодицы и так далее, гораздо сильнее верха тела. Тоже. Это связано с мышцами. У мужчин и верх сильный, и низ сильный. Это позволяет больше тратить калорий, легче наращивать мышечную массу. У женщины так не получится. Генетические особенности. Ну и наконец, четвертая и последняя особенность женского организма заключается в менструациях. Дело в том, что физическая активность женщины подвержена циклам. До овуляции женщина тратит больше калорий и более физически активно, чем после овуляции. Если мы говорим о цикле, то получается первые две недели женщина может выполнять более тяжелую физическую работу на тренировке и кушать больше. А третья-четвертая неделя после овуляции, соответственно, женщина вынуждена кушать меньше и снижать физическую нагрузку, потому что организм после овуляции стремится больше накопить питательных веществ на случай обладотворения яйцеклетки. Вот мы должны учитывать вот эту своеобразную периодизацию. То есть половина, грубо говоря, месяца мы можем кушать больше и должны тренироваться больше. Вторую половину месяца мы вынуждены кушать меньше и тренироваться меньше. Вот все эти особенности накладывают очень существенные корректировки на вашу программу тренировок и программу питания, если их сравнивать с мужскими. План у нас очень простой. Каждую неделю я буду давать для вас какое-нибудь простое задание, которое вы должны будете выполнять на этой неделе. Таким образом, мы будем постепенно корректировать ваши тренировки и ваше питание от простого к сложному. Подобный подход нам позволит лучше закрепить материал и достигнуть желаемого результата. Ну, отлично. И первое задание будет у нас связано с настройкой правильного питания. Я решил, что логичнее начинать с вопросов питания, чем вопросов, связанных с тренировкой. Для этого есть очень простое логичное объяснение. Дело в том, что корректировка правильного питания приведет гораздо быстрее к видимым изменениям, чем корректировка правильной тренировки. Почему? Потому что, как говорит мой отец, ломать не строить. То есть гораздо проще разрушить подкожный жир, чем создать с нуля новые мышечные структуры. Подкожный жир можно разрушить за несколько месяцев вообще до основания. А построить какие-то мышечные объемы, для того, чтобы это сделать, потребуется много-много месяцев, годами нужно тренировать это. Соответственно, я всегда был сторонником эффективного подхода, поэтому мы начнем с самого эффективного, то, что лучше всего работает. Лучше всего работает питание. И когда мы затрагиваем вопросы питания в плане женского телосложения, внешности, то прежде всего мы должны ставить акцент на ограничении калорийности. Потому что проблема 90% женщин, которые нас окружают вокруг, это вовсе не недостаток веса, это почти всегда избыток веса. То есть любое тело, когда оно становится поджарым, когда снижается процент подкожного жира, такое тело начинает выглядеть очень спортивно и сексуально. И вот именно на это и будет направлено наше первое задание. Вы уже поняли, что ваше тело стремится к накоплению. И тут у нас возникает вопрос. Где та грань? Ведь мы можем скушать различное количество калорий, продуктов каждый день. Так вот, где та грань, когда у нас начнется накопление и когда этого накопления не будет происходить? Такая грань действительно существует, она называется точка равновесия, и она индивидуальна. То есть у каждой девушки, женщины, она своя. То есть это то количество калорий, которое девушка может съедать каждый день и при этом не полнеть и не худеть. То есть она будет съедать ровно такое количество калорий, которое на каждый день расходует. Точка равновесия. Если девушка будет относительно этой точки равновесия съедать чуть меньше, то она начнет худеть, избавляться от подхожного жира. Если девушка будет кушать чуть больше калорий относительно этой точки, то она будет полнеть, набирать лишний вес. Все просто и никаких других вариантов нет. Самые простые вещи, как правило, сложные для понимания. Именно поэтому в этом первом пилотном выпуске я решил на них акцентировать ваше внимание. Точка равновесия, научиться находить точку равновесия, это значит получить контроль над своим телосложением. Потому что все остальные вопросы, они будут зависеть от вашей точки равновесия. Хотите худеть, худеете. Хотите набирать, набираете. Но если вы не контролируете свою точку равновесия, то вы ничего не можете делать со своим телосложением. Потому что вы не управляетесь ситуацией. Недавно меня пригласили на одну очень известную передачу. Это было ток-шоу, посвященное теме диет. Пригласили в качестве эксперта. И вот я там насмотрелся на этих бедных несчастных героев, которые неделю-две сидели на каких-то непонятных диетах. Диетах, знаете, типа Ларисы Долиной, Синди Кроуфорд. Ну то есть каких-то известных шоу-звезд. Ну честно говоря, мне хотелось обнять и плакать. Потому что то, что они там обсуждали, это не было диетой в принципе. То есть люди считали, что они говорят о диетах, но это было какое-то издевательство над здоровьем. А вовсе не диета. Почему? Потому что никто из этих людей не учитывал свои точки отчета, естественно. Не учитывал точку равновесия. Никто из этих героев не знал, сколько нужно ей калорий для того, чтобы начать худеть или начать поправляться. Но тем не менее они взяли уже чужие готовые диеты и решили на себе их испытать. Мне все это напомнило, знаете, такие шаманские танцы с бубном вокруг кухонного стола. Одна говорит, я ем только капусту. Другая говорит, а вот я варила борщ на целый день. Третья там гречку. Ну вот все по-разному. Но сумасшествие полное. Дело в том, что если человек не знает свою точку равновесия, то дальше говорить не о чем. Ну, чтобы не ходить далеко, дам вам конкретный пример. Например, я вешу где-то 95 килограмм, среди которых достаточно много, скажем так, мышечной массы. Соответственно, в среднем, даже когда я практически не тренируюсь, когда я веду очень расслабленный образ жизни, я трачу где-то 3-4 тысячи калорий каждый день. Если я начну чуть-чуть тренироваться и ограничу потребление калорий до 2-3 тысяч, то в таком режиме я начну худеть, избавляться от подхожного жира. С другой стороны, практически все представительницы слабого пола, которые сейчас смотрят сюжет, если будут есть по 2-3 тысячи калорий, как я, они будут только набавлять, будут прибавлять жировое отложение. Понимаете, насколько все индивидуально? Одна и та же диета. Вот я для себя могу написать диету. От этой диеты я или другие люди какие-то будут худеть, но найдется очень много людей, которые от этой диеты будут только толстеть. Потому что каждая диета должна быть индивидуальной и учитывать вашу индивидуальную точку равновесия. Вот если вы научитесь находить эту точку равновесия, то тогда все двери перед вами откроются, вы сможете со своим телом делать все, что угодно. Как же узнать свою точку равновесия? Тут есть только один проверенный способ. Это эксперимент над своим собственным телом. Только эксперимент, больше никак. Суть очень простая. Вы должны каждую неделю корректировать свой рацион питания в сторону уменьшения. То есть вот вы кушаете одно и то же количество пищи каждый день. Смотрите на весы. Вес у вас не поменялся на этой неделе. На следующей неделе вы чуть-чуть уменьшаете ваш рацион питания. Ждете еще неделю. Смотрите, ага, я потеряла там полкилограмма-килограмм. Замечательно. Вы оставляете такой же рацион питания, как был за прошедшую неделю. Смотрите, ага, еще минус килограмм. Еще. Потом смотрите, полкилограмма потеряла. Значит, нужно еще чуть-чуть сократить. Еще чуть-чуть сокращайте. То есть тут не может быть никакого стандарта в плане постоянной диеты, которую вы вычитали в журнале. Потому что такая диета, она не учитывает вашу индивидуальную точку равновесия. А она еще к тому же может меняться по мере приспособления вашего организма к питанию, к диете. Поэтому тут есть только один вариант наблюдения и корректировки. Там, допустим, каждое воскресенье вы взвешиваетесь. И в зависимости от этого, либо увеличиваете рацион, но чаще вам придется его сокращать. И вот тут вот мы и подходим к нашему первому заданию. Для того, чтобы было, в принципе, возможно корректировать что-то, управлять этим процессом, мы должны его понимать, мы его должны знать. Ну согласитесь, как можно чем-то управлять, если ты это не знаешь? Логично? Логично. Как можно корректировать свой рацион питания, если вы его не знаете? Никак. Ну вот нет других ответов. Никак. Когда человек мне говорит, я сел на диету, первое, что я у него спрашиваю, это какая у тебя ежедневная калорийность? Как правило, человек мне ответить не может. Тогда я у него спрашиваю, хорошо, что ты ешь каждый день? Он мне начинает говорить, вот сегодня я ел это, вчера я ел то, а неделю назад я ел вообще что-то другое. Это не диета, потому что он не имеет постоянного рациона питания, не имеет постоянной точки отчета, постоянной калорийности. А если он не имеет этой точки отчета, то он никак не может относительно нее двигаться. Он не может сокращать или увеличивать свою калорийность, потому что он ее не знает. И самое первое, с чего мы должны начать, это мы должны начать с формирования постоянной точки отчета, то есть постоянства рациона. Ваше первое задание на эту неделю будет заключаться в том, чтобы вы начали каждый день есть одно и то же количество пищи, то есть можно взять одни и те же продукты и есть их одно и то же количество каждый день. Это будет ваша точка отчета. Если вы питаетесь на глазок, плюс-минус трамвальная остановка, то у вас ничего не получится. Это то, с чего начинается любая корректировка, это вы должны овладеть вопросом. Вы должны знать, что корректировать. То есть ваш рацион должен быть постоянный по объему поступающих калорий. Это не значит, что нужно сидеть с калькулятором высчитывать калорийность. Достаточно просто знать, какие продукты вы каждый день кушаете и в каком количестве. На следующий день вы едите то же самое, через день вы то же самое едите. То есть у вас постоянный рацион питания, от которого вы в будущем можете либо легко отщеплять калории, либо добавлять. Вы просто добавите или убавите продукты питания вот в этом количестве. И все, вы получили начальную точку отчета, относительно которой мы теперь можем плясать и находить вашу индивидуальную точку равновесия. Если этого не сделать, то нифига не получится. Не старайтесь сейчас поменять полностью свой рацион питания. Возьмите привычные для вас продукты. Те, которые вы обычно кушаете. Единственное, что постарайтесь убрать все очень жирное и жареное. То есть старайтесь употреблять в пищу больше вареных и сырых продуктов. Ну там, допустим, вареный рис, гречка, хлопья. Если мы говорим про белок, это может быть вареное мясо, курица, рыба, яйца, молочные продукты. Можно кушать большое количество клетчатки, фрукты, овощи и так далее. То есть не старайтесь очень сильно поменять свой рацион. Лучше возьмите те продукты, которые для вас плюс-минус естественны, и начните их каждый день кушать в одном и том же количестве. То есть стандартизируйте свой рацион питания. Это вы получите начальную точку отчета, от которой мы сможем что-то дальше потом предпринимать. Без такого педантичного ежедневного отчета у вас ничего не получится. Я хочу акцентировать ваше внимание на том, что ваша задача на ближайшую неделю заключается не в том, чтобы похудеть. Нет, вы сейчас к этому еще не готовы. Вы еще толком не знаете, какие продукты выбрать, как их подобрать, как сокращать, как часто их употреблять, как это интегрировать с физической нагрузкой. Это все очень сложные вопросы, а мы начинаем от простого к сложному. Мы сейчас начинаем с самого главного, скурпулиозного контроля вашего рациона питания. Вот когда у вас появится контроль, только после этого вы сможете делать все, что угодно со своим рационным питанием и, соответственно, со своим телосложением. Ваша задача на ближайшую неделю не похудеть. Ваша задача научиться каждый день есть одно и то же меню, одни и те же продукты. И это не так сложно, как может показаться. Я же вас не заставляю кушать что-то очень невкусное или вредное. Выберите те продукты, которые для вас комфортны. Любите вы там кушать рис, так кушайте рис. Любите гречку, кушайте гречку. Любите салаты, кушайте салаты. Любите мясо, пожалуйста. Выберите обычное нормальное меню, но ваша задача, вот первое задание на эту неделю, кушать одно и то же. Каждый день одно и то же количество продуктов. Проще всего, вот лично для меня, это реализуется с помощью пластиковых контейнеров. В любом хозяйственном магазине можно их купить. И ситуация выглядит примерно так. Вы с вечера или утром просыпаетесь, готовите себе продукты, вот ваш рацион на день, загружаете его в судочек и таким образом вы визуально видите то количество пищи, которое вы можете за сегодняшний день съесть. Больше нельзя, меньше тоже в принципе не особо желательно. Вот это ваш стандартный рацион. Вы можете его разделять на дробные кусочки, то есть не обязательно его съесть этот рацион за два раза или за три раза. Вы можете его разделить на 3-6 приемов маленьких в течение всего дня. И это, кстати, будет гораздо лучше для жиросжигания, чем если вы его съедите за три раза. И просто постепенно в течение дня вы можете съесть вот это вот количество, а можете съесть его и за три раза, если вам так удобнее. Ваша основная задача на этой неделе заключается в том, чтобы у вас появился ежедневный стандарт, чтобы вы каждый день ели одно и то же количество пищи. Когда вы это освоите, мы сможем переходить на более сложные штуки. Такие, как в частности постепенное сокращение вашего рациона питания, для того, чтобы выйти на вашу естественную точку равновесия, и чтобы залезть под нее, чтобы у вас постепенно началось жиросжигание. Причем это будет очень качественное жиросжигание. Вы будете не внутренние органы себе уменьшать, не будете выгонять жидкости своего организма. Вы будете исключительно сжигать подкожный жир и сохранять свое здоровье. При таком подходе вы будете себя чувствовать замечательно, а ваша внешность будет более сексуальной. Ну и в конце хочу вас настроить на правильный образ питания. Я не говорю про диету, я говорю именно образ питания, как на образ жизни. Дело в том, что большинство проблем женщин, которые садятся на диету, заключается в том, что они достигают временного результата. То есть вот села девушка на диету, ограничила себя до сумасшедшей минимальной калорийности, исхудала вся непонятно за счет чего, а потом вот она возвращается на привычное питание, смотрит, а у нее там не то, что вернулось до исходного, там еще стало больше, чем было. Почему? Потому что девушка относилась к корректировке своего питания как к чему-то временному, то есть как к диете. Естественно, то, что временно, оно временно. Я хочу вас изначально настроить на правильный лад, чтобы вы относились к тем изменениям, которые будут происходить в вашем телосложении, как к чему-то постоянному. А для этого должно быть специальное отношение к этому вопросу. Вы не должны рассматривать темы манипуляций с питанием, которые мы будем проводить, как к диете. Вы должны это рассматривать как к образу жизни, образу вашего постоянного здорового питания. При таком подходе, если вы будете относиться правильно, вы будете всегда выглядеть замечательно. Потому что вы будете понимать, что это навсегда, а не временное что-то, как диета. Ведь тут все очень просто. Наше тело, вот в нем есть точка равновесия. Если ты уходишь в плюс, больше потребляешь калорий, чем предусмотрено точкой, то ты добавляешь вес. Если ты уходишь в минус, то ты убавляешь вес, ну, жир сжигает. Соответственно, если девушка, допустим, сидит на диете в минусовой калорийности, а потом возвращается на привычное питание, она думает, блин, ну я похудела, вот вернусь к привычному питанию. И думать, что у нее сохранятся достижения, что она останется такой худышкой, то ничего не получится. Это работает только до тех пор, пока есть соответствующий дефицит калорийности. Когда у нас начинается профицит, когда у нас избыток калорийности, жир возвращается обратно. Поэтому не настраивайтесь как на что-то временное. Я хочу, чтобы вы поняли, что нам нужно настраиваться на что-то постоянное. Поэтому относитесь, пожалуйста, к тому, о чем мы говорим, как к вашему образу жизни, постоянному, навсегда. Вы будете правильно, хорошо и здраво питаться теперь всю оставшуюся жизнь. Вот. Ну что ж, милые леди, вот такой вот немножко у нас сбитый получился выпуск для девушек. Надеюсь, вы меня простите, потому что первый раз его делаю. В следующем сюжете я вам дам второе задание по питанию и первое задание по вашим правильным тренировкам. Ну, вы понимаете, почему так? Потому что питание самый мощный рычаг управления вашим телосложением. Поэтому мы все-таки ставим акцент именно на нем. Но вообще постепенно, если не пропадет желание, то мы где-то, я думаю, через полгода-год очень серьезно сможем улучшить ваше телосложение. Главное, чтобы вы оставались с нами и не боялись работать над собой. Ну, хорошо. В общем-то, чтобы не потеряться, вы можете подписаться на обновление на моем видеоканале. Вот там вот справа вверху вы видите два замечательных квадратика. Если вы кликните на верхний, то подпишитесь именно на такие обновления. Ну, а нижний квадратики я обычно рекомендую мужчинам. В общем, это моя рассылка по воскресеньям. Кто хочет получать все мои статьи на различные темы, можете подписаться, и тогда по воскресеньям вам на почту будут приходить все эти материалы от меня. Ну, а с вами был Денис Борисов, выпуск блога экстремального самосовершенствования fitforlife.ru. Я вам желаю удачи, успеха, и да пребудет с вами сила, милые леди!